В своем очередном послании «Новые возможности развития в условиях 4-й промышленной революции» глава государства Нурсултан Назарбаев определил 10 ключевых задач, над которых казахстанцам нужно сконцентрироваться в 2018 году. «Требуются решительные действия по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. С 1 января 2018 года вступил в силу новый налоговый кодекс. Насколько новый документ отвечает поставленная Ельбаса задача? Об этом будем говорить в ближайшие полчаса. Мы пригласили к нам в студию руководителя управления камерального контроля Департамента государственных доходов по Акмолинской области Асем Аренову. А я напоминаю нашим телезрителям, что это прямой эфир. Вы можете позвонить по номеру 25 25 05 и задать свой вопрос нашей гости. Асем Курманбековна, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. И каково ваше мнение в целом о стратегическом документе Ельбаса? В целом мнение о документе стратегическом, в котором была поставлена Ельбаса задача по реформированию налогового администрирования, системы налогоблажения положительные, так как реформирование это ряд новшеств, которые вносились в налоговый кодекс. В том числе очень было много внесено изменений в части оказания послабления субъекта малого и среднего бизнеса. Угу. Налоговое скандалительство в Казахстане не раз обновлялось, но в этом году процесс подготовки значительно кардинально отличался от предыдущих. Допустим, если взять проект 2001 года или 2008 года, эксперты тщательно проанализировали, ориентировались на международный опыт. И хотелось бы узнать, какие основные моменты в новом документе предусмотрены. Да. 1 января 2018 года вступил в силу новый налоговый кодекс Республики Казахстан. В новый налоговый кодекс были введены нормы, которые существенно облегчат налогоблажение для субъектов малого и среднего бизнеса. Сам по себе кодекс стал легче и удобнее для многих предпринимателей, так как для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей и компаний предусмотрены различные разделы в новом налоговом кодексе. Данное новшество значительно облегчает для субъектов малого бизнеса, для тех, у которых нет в штате собственных юристов. Еще одним положительным изменением в новом налоговом кодексе стало введение принципа добросовестности. То есть, следуя ему, все налогоплательщики будут, все неясности будут толковаться в пользу налогоплательщика. Какие еще нововведения предусматривает новый налоговый кодекс? К примеру, в ходе апелляции в Министерстве финансов Республики Казахстан или в суде, если налогоплательщик докажет, что он применил неправильное решение в случае добросовестного заблуждения, то с него будут сняты санкции. Также санкции будут сниматься в случае отзыва письма разъяснения. Это в таких случаях, когда органы государственных доходов направляют налогоплательщику письмо разъяснения, а затем оно отзывается внесением дополнительного письма разъяснения от вышестоящей инстанции. В таких случаях налогоплательщик также освобождается от санкций. Кроме того, еще один положительный момент. Поправки в налоговый кодекс будут вноситься одним законом до 1 июля. Таким образом, у бизнеса появилась возможность по изучению заблаговарения на новшеств, то есть за полгода до их вступления в законную силу. И так как это будет один закон, бизнесу не придется искать новшества по разным его разделам. То есть у бизнесменов будет возможность ознакомиться с новым документом и каким-то образом его скорректировать? Да, конечно. Также еще хотелось бы отметить один положительный момент. Это остался прежним порог для налогоплательщиков по постановке по налогу на добавленную стоимость. Это 30 тысяч месячных расчетных показателей в этом году, что составит 72 миллиона 150 тысяч тенге. Ранее планировалось данное пороговое значение понижать уже с 2018 года. То есть это бы составило 25 тысяч месячных расчетных показателей, в 2019 году 20 тысяч месячных расчетных показателей, в 2020 году 15 тысяч месячных расчетных показателей. Асима Круминбековна, я вас немного перебью, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я бухгалтер в ТО, АТО работает по упрощенке. В прошлом году мы налоги, пенсионку, соц. отчисления платили за полугодие, а в этом году как надо? Спасибо за вопрос. Да, вопрос очень актуальный. В связи с введением нового налогового кодекса, теперь все налоги, я имею в виду индивидуальный подоход налог облагаемых источников выплаты заработника, социальные выплаты, это обязательные пенсионные взносы, отчисления в фонд социального страхования и социальное отчисление медицинского страхования будут и должны уплачиваться ежемесячно, не позднее 25 числа следующего за отчетным месяцем. То есть, если на примере, за январь 2018 года все перечисленные мной платежи и налоги необходимо оплатить до 25 февраля 2018 года. Спасибо за исчерпывающий ответ. Думаю, он удовлетворит телезрителя. Вы можете продолжить. Вот я говорила ранее, планировалось поэтапное понижение порогового значения для НДС, но учитывая и проанализировав ту нагрузку на бизнес, которая могла бы возникнуть, было принято решение об отмене данного понижения. Еще один положительный момент для налогоплательщиков и субъектов бизнеса – это сокращение сроков исковой давности с 5 до 3 лет. Сразу отмечу, данная норма начнет действовать только с 1 января 2020 года. Также сокращены основания для проведения налоговой проверки на 56%. Сейчас в новом налоговом кодексе таких требований осталось всего 12. Кроме того, для экспортеров есть положительный момент. Они могут возвратить свой дебетовый НДС в ускоренном порядке, в случае, если такие налогоплательщики выстроят так называемую электронную цепочку счет-фактур от поставщика до получателя. Спасибо, Курма Амбековна. Я еще раз вас перебью. У нас есть снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да, да, мы вас слышим. Алло. Алло. Мы вас слышим. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот у меня сын, студент, с 17-го года он в России проживает и получает стипендию в месяц, ну, где-то 3,5 тысячи российскими рублями. Вот он, ему стипендию перечисляют вот на карточку. Открыли его там же в России. Вот у меня теперь вопрос. Я слышала, что вот о своих знакомых слышала, что какую-то форму сдают, 240-ю, по-моему, мне сказали. Нужно ли вообще это сдавать? Правильно ли вообще? Вот такой вопрос. Если я правильно вас поняла, вашему сыну открыли банковскую карточку в Банке России, то в таком случае, да, ему необходимо будет ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным периодом, сдавать форму 240-ю. В данной форме он будет отражать остатки денежных средств, которые у него на счету в Банке России. Сразу скажу, что данная информация о денежных средствах отражается справочно. Она не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом. Продолжаем нашу беседу. Вот насчет экспортеров продолжу. Если они выстроят эту электронную цепочку электронных счет-фактур, то вместо положенных 55 дней НДС будет возвращаться в ускоренном порядке в течение 15 рабочих дней. Все это создает хорошие условия для развития бизнеса. 11 января в Каштал проходил кустовой семинар с участием представителей Министерства национальной экономики. Хотелось бы подробнее о нем услышать. Да, был проведен семинар Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан под предложением Ассоциации налогоплательщиков Казахстана. Был проведен у нас в области выездной семинар по разъяснению норм нового налогового кодекса. В данном семинаре приняли участие руководящий состав Министерства национальной экономики, Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, сотрудники Комитета государственных доходов, которые непосредственно участвовали в разработке и методологии нового налогового кодекса. В ходе данного семинара задавались налогоплательщиками очень много вопросов. В том числе был актуальный вопрос по выписке электронных счет-фактур субъектами малого и среднего бизнеса, которые осуществляют международные перевозки. Данный вопрос сразу по горячим следам был взят на контроль Жанат Ертлесовой и рассмотрен тремя ведомствами. Это Министерство финансов, Министерство национальной экономики и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, в ходе которого было принято решение о внесении изменений в действующую статью 412 Налогового кодекса, в которой исключалась норма, обязывающая субъектов малого и среднего бизнеса, которые осуществляют международные перевозки, выписывать электронные счеты-фактуры. Как бы вот основные моменты. Такие встречи все-таки очень плодотворны, да? Да, конечно, плодотворны, так как они укрепляют обратную связь между государственными органами и субъектами бизнеса. Какие изменения в применении контрольно-кассовых машин? Тоже такой достаточно актуальный вопрос. Да, согласна. С 1 января текущего года протерпели изменения в том числе... Василина Горьковна, пока вы еще не начали отвечать, давайте ответим сначала на вопрос телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Я и моя жена являемся госслужащими. Сейчас, получается, нужно сдавать декларацию. Я вот хотел уточнить. Получается, машину и имущество мы отражаем, а вот мы депозит всегда открыли. Его нужно отражать или не нужно? Нет. Сведения о наличии депозитных счетов отражать в декларации формы 230-й для госслужащих отражать не нужно. Ну и продолжим. Мы говорили о контрольно-кассовых машинах. С 2018 года порядок применения контрольно-кассовых машин был изменен. То есть с текущего года постановки на учет налоговых органах по месту использования подлежат контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных в онлайн-режиме. Единственное послабление для бизнеса – можно регистрировать контрольно-кассовые машины старого образца в тех местах, где отсутствует сеть телекоммуникации общего доступа, то есть нет точки доступа в интернет. Относительно тех налогоплательщиков, которые до внесения изменений зарегистрировали контрольно-кассовые машины старого образца, они могут их применять до 2024 года, но должны их заменить и применять онлайн ККМ с 2024 года. То есть те, которые до 2018 года зарегистрировали эти машины, они могут ими пользоваться до 2024 года, да? Да, верно. План нации – 100 конкретных шагов. 45-й шаг – оптимизация действующих налоговых режимов с обязательным введением налогового учета доходов и расходов. Что сделано Вашим ведомством в этом направлении? Да, совершенно верно. В реализации 45-го шага плана нации введен новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета. Право применения данного режима предоставляется тем налогоплательщикам, которые соответствуют определенным критериям. Критерии и ограничения установлены аналогично ранее применяемому специально налоговому режиму на основе упрощенной декларации. Данный новый режим основан на учете введения доходов и расходов и предоставляется налогоплательщикам на добровольной основе. Также хотел бы отметить, предусмотрены более высокие по сравнению со специальным налоговым режимом на основе упрощенной декларации предельная среднесписочная численность человек до 50 и предельный годовой доход не более 12 260 минимальных заработных плат, что составляет порядка 300 миллионов тенге. Объектом налогообложения по данному виду специального налогового режима является налогооблагаемый доход, который определяется как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректировок и вычетами. Еще один положительный момент для тех налогоплательщиков, кто будет применять данный режим налогообложения, это то, что 30%. Давайте об этом положительном моменте, опять же, после нашего телефонного звонка. Телезрители сегодня очень активны и вопросов действительно много. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вот у меня такой вопрос, я хотела бы узнать, почему вот за прошлый год, за 17-е, уведомления налог за квартиру не приходили? Спасибо за вопрос. Вопрос тоже актуальный. В новом налоговом кодексе были внесены изменения в части уплаты налога на имущество и земельного налога, то есть местные налоги, срок был перенесен. То есть за обязательства 2017 года срок уплаты наступает 1 октября 2018 года. И уведомления по уплате данных видов налогов вам будут доставлены до 1 сентября текущего года. Мы продолжим наш разговор. Вот у нас есть еще один положительный момент. Мы говорили о реализации, напомню, для телезрителя о реализации 45-го шага плана нации. Еще один положительный момент по применению режима налогоблажения на основе фиксированного вычета является то, что налогоплательщики имеют право 30% от своих расходов отнести к себе на вычеты без подтверждающих документов. Одновременно с введением новых режимов сохранены старые действующие специально налоговые режимы. То есть налоговая ставка для исчисления стоимости патента снизилась с 2 до 1%, за исключением для деятельности в сфере торговли. То есть налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли, также применяют ставку расчета стоимости патента 2% к доходу. При этом следует отметить, что если налогоплательщик, который осуществляет деятельность в сфере торговли, будет осуществлять свою деятельность путем безналичного расчета, он имеет право применить сниженную ставку вместо 2% 1%. Также были пересмотрены пределы специального налогового режима на основе упрощенной декларации. По численности теперь составляет это 30 человек, предельная численность работников, предельный доход за налоговый период не более 2044-кратного минимальной заработной платы. Хотелось бы отметить, что ранее в старом налоговом кодексе условия применения специальных налоговых режима по упрощенной декларации подразделялись для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц это была предельная численность работников 50 человек и предельный доход за налоговый период – 2004-кратный размер минимальной заработной платы. Для индивидуальных предпринимателей же количество наемных работников, включая самого предпринимателя, составляло 25 человек за налоговый период, предельный доход – 1400-кратная минимальная заработная плата. В новом же налоговом кодексе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц приняты единые новые требования. Вот это основные изменения, которые коснулись специальных налоговых режимов. Норма, думаю, справедливая. Есть доход – платишь налог, нет дохода – не платишь налог. А вот, кстати, как идет налогообложение в интернет-магазинах? Да, норма справедливая, согласна. Вот, например, налогоплательщики, которые работали в общеустановленном порядке, которые занимались частной практикой, занимаются частной практикой – это адвокаты, нотариусы, они ранние, независимо от того, что есть у них доход за определенный период или нет, обязаны были уплачивать социальный налог по ставке 1-месячных расчетных показателей за самого предпринимателя и 2-месячных расчетных показателя за наемных работников. То есть теперь эта норма отменена. Если у налогоплательщика нет в соответствующем периоде дохода, он имеет право не уплачивать и не исчислять социальный налог. Ну и вот, забегая немного вперед, я вот спросила вас об интернет-магазинах. Об электронной торговле, да. Для этой сферы налогоплательщиков тоже были внесены изменения. Это такие послабления в виде неуплаты корпоративного подоходного налога и индивидуального подоходного налога. При этом налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в сфере электронной торговли, должны соответствовать в трем условиям. Первое – это осуществление всех сделок только в электронной форме. Второе условие – осуществление расчетов за поставку товаров или оказание услуг только в безналичной форме. И третье условие – это наличие собственной службы доставки либо заключение договоров с такими фирмами, которые оказывают курьерские услуги. Асим Крумамбековна, перебью вас. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, если у гражданина Казахстана есть за границей квартира, говорят, что нужно отчитываться в налоговую. Если я ее даже в аренду не сдаю, надо же отчитываться? Спасибо за вопрос. Да, если у вас имеется квартира за границей, в том числе имеются денежные средства на счетах в иностранных банках, вам необходимо их отражать в ежегодно представляемой декларации в форме 240.00. Продолжим. Мы говорили об электронной торговле. Об электронной торговле. Если налогоплательщики соответствуют всем тем условиям, которые я ранее перечислила, то они освобождаются от уплаты корпоративного подоходного и индивидуального подоходного налогов. Для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть ее. Как прокомментируете? Да, такое у нас имеет место. В связи с чем у нас очень много возникло бездействующих предприятий. Например, по состоянию на 1 января 2018 года в Акмолинской области бездействующие предприятия составляют 3485 компаний. И это 2092 индивидуальных предпринимателя и 1393 юридических лица. Это очень много? Да, конечно, много. В этой связи в новом налоговом кодексе предусмотрено основное условие для их принудительной ликвидации. Под принудительную ликвидацию подлежат те компании, которые в течение пяти лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, у которых нет на праве собственности объектов налогоблажения, которые не осуществляли переводы или платежи по банковским счетам и которые не являлись в течение пяти лет плательщиками налога на добавленную стоимость. В свою же очередь для органов государственных доходов конкретно определены сроки и требования, после соблюдения которых органы государственных доходов обращаются с исковым заявлением в суды по принудительной ликвидации таких налогоплательщиков. То есть принудительная ликвидация таких бездействующих налогоплательщиков производится по решению суда. Тоже один момент хочу отметить для налогоплательщиков, чтобы было ясно, что вся информация и списки по тем бездействующим плательщикам, которые подлежат принудительной ликвидации, будут размещаться заблаговременно на сайтах средствах массовой информации. Это для того, чтобы заранее проводилась работа по кредиторам таких бездействующих предприятий. То есть если какие-то претензии будут возникать, они будут решаться заблаговременно. Кроме того, еще одно нововведение, это с 1 января обменные пункты будут уплачивать фиксированный налог. Кстати, вы предвосхитили мой следующий вопрос. Изменили ли налогообложение обменным пунктом? Какие меры налогового контроля будут применяться? С 2019 года, начиная с 2019 года, основой выстраивания отношений с налогоплательщиком будет система управления рисками. То есть налогоплательщики будут разделены на категории в зависимости от степени риска. Их у нас три. Это низкая, средняя и высокая. В зависимости от того, какой степени риска налогоплательщика относится, будут и применяться различные методы меры налогового контроля. Если налогоплательщик относится к высокой степени риска, так мы называем, входит в красный коридор, то в отношении такого плательщика будут применяться все меры, предусмотренные законодательством. И также органы госдоходов будут мгновенно реагировать в случае, если налогоплательщик не в полном объеме или не своевременно исполняет свои обязательства. Также к нему могут примениться ограничения в виде отказа в предоставлении в электронной форме заявления на постановку на учет по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, ему может быть отказано в случае, если он обратится за продлением срока представления налоговой отчетности. Также органами госдохода в отношении таких плательщиков могут выставляться дополнительные требования в зависимости от ситуации. В отношении же налогоплательщиков, которые относятся к средней степени риска, так называемые, которые входят в желтый коридор, будет проводиться работа путем направления извещений, писеморазъяснений, проведением семинаров. То есть будут применяться стандартные механизмы администрирования. В отношении же налогоплательщиков, которые относятся к низкой степени риска, мы их относим к зеленому коридору, гарантируют полное отсутствие налоговых проверок. Будут применяться всевозможные послабления по представлению отсрочки, по представлению налоговой декларации, изменения и продления сроков уплаты, задолженности. Также представляется актуальная возможность для плательщика в участии в горизонтальном мониторинге. Поясню на примере, сейчас все меры и способы принудительного взыскания задолженностей проникаются ко всем налогоплательщикам одинаково. Не учитывается степень благонадежности налогоплательщика. А новый налоговый кодекс дает нам такую возможность... То есть новый налоговый кодекс будет более гибким, дифференцированным? Да, да, согласна. То есть мы будем смотреть на добросовенность налогоплательщика. Если у него возникают временные затруднения по уплате налогов, то ему будет представляться отсрочка. Наоборот же, к рисковым неблагонадежным налогоплательщикам будут применяться меры взыскания налоговой задолженности в ускоренном порядке. То есть это дополнительный стимул для предпринимателей быть хорошими, да? Да, то есть все временно уплачивать налоги и в полном объеме. У нас в области есть предприятия, которые осуществляют добычу полезных ископаемых. Что изменится для них? Да, у нас есть такие предприятия, как мы их называем, недропользователи, и для них тоже были внесены изменения. В первую очередь, это отменяется часть налогов. С 1 января 2019 года отменяется бонус коммерческого обнаружения как вид налога. До этого времени, то есть в текущем году, бонус коммерческого обнаружения будет исчисляться и уплачиваться в установленные сроки в соответствии с текущим налоговым кодексом. С 1 января 2018 года отменили платеж по возмещению исторических затрат для тех недропользователей, которые осуществляют добычу в рамках лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если лицензия такая была выдана после 31 декабря 2017 года. Кроме того, еще один вид налога отменен с 1 января 2018 года – это налог на сверхприбыль для недропользователей, которые осуществляют разведку и добычу твердых полезных ископаемых. Помимо отмены налогов в целях стимулирования недропользователей к быстрому приступлению к этапу добычи с этапа разведки был введен в рамках закона о недрах и недропользовании был введен арендный платеж, который в нашем новом налоговом кодексе предусмотрен как плата за пользование земельными участками. То есть недропользователи по лицензиям на разведку или добычу твердых полезных ископаемых будут уплачивать плату за пользование земельными участками объектом обложения, который является участок недр, выданный на основе лицензии. То есть это было введено для того, чтобы налогоплательщик быстрее приступил с этапа разведки к этапу добычи. Также были внесены ряд изменений по налогу на добычу полезных ископаемых. То есть в целях того, чтобы не были разночтения, разные толкования норм налогового кодекса и в целях исключения среднезвешенной цены реализации, теперь для исчисления налога на добавленную стоимость к объему физически добытой руды будет применяться ставка, исчисленная в МРП за одну тонну сырья. Это было в целях облегчения администрирования налогоблажения для недропользователей включено. Единицы измерения для исчисления НДПИ налога на добычу полезных ископаемых будут применяться те, которые недропользователи используют в предоставлении отчетов за балансовых и балансовых запасов в уполномоченные органы по изучению и использованию недр. Также еще один момент для недропользователей, это была снижена ставка налога на добычу полезных ископаемых на олово с 6 до 3%, то есть почти в два раза. Это было сделано с целью того, чтобы скорее запустить пока что единственное в Казахстане месторождение олова в реализацию. Также была уже всем известна, была снижена ставка налога на добычу полезных ископаемых, которые используются для эксплуатации места размещения туристов. То есть если ранее эта ставка составляла 1 МРП к объему добытой воды за 1 кубический метр, то с нового кодекса это составляет 0,003 за 1 кубический метр, примерно в 2018 году это 7 тенге. То есть достаточно существенное снижение, да? Да. Также наряду с этим были внесены изменения и упорядочены вопросы обложения налогом на добычу полезных ископаемых шахтных, карьерных и рудничных вод, которые... Асим Курман-Вековна, время эфира наше подходит к концу и буквально в двух словах Ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, хотелось бы, конечно, пожелать, учитывая то, что в рамках реализации послания Эльбасы все делается для налогоплательщиков, для улучшения бизнес-климата, для субъектов малого-среднего бизнеса, что все налогоплательщики своевременно и в полном объеме уплачивали налоги. То есть от этого зависит и социальное развитие региона. Большое Вам спасибо. 30 минут пролетели незаметно. Вопросов было телезрителей действительно много. И я думаю, что все основные нововведения в налоговый кодекс наши телезрители услышали. Спасибо за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Спасибо. Дорогие телезрители, на этом время эфира подошло к концу. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии была руководитель управления камерального контроля Департамента государственных доходов Пакмолинской области Асем Аренова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин